Андрей Панин родился 28 мая 1962 года в Новосибирске. Через два года семья переехала в Челябинск. Затем, когда Андрею было 6 лет, он переехал в Кемерово, где прожил 16 лет. Именно город Кемерово актер считал своей родиной, где провел свое детство, поступил в Кемеровский пищевой институт. Однако вскоре был отчисленный впоследствии и окончил Кемеровский институт культуры. Некоторое время проработал в Минусинском театре, а затем отправился покорять Москву. В Московский театральный институт поступить Панину с первого раза не удалось. Только лишь на четвертый раз судьба ему улыбнулась за его упорство. Режиссеры говорили Андрею Владимировичу, что он будет «неснимаемым актером», но Андрей хотел доказать обратное и доказал. Вскоре «неснимаемый актер» стал самым снимаемым. В 1990 году он окончил школу-студию МХАТ «Мастерская» Калягиной и стал актером МХАТ имени А. П. Чехова. Был женат на актрисе МХАТа Натальи Рогожкиной. Среди его сценических работ ролей в спектаклях «Три сестры», «Скупой рыцарь», «Женитьба», «Смертельный номер», «Антрепризная постановка», «Зима» был занят в спектаклях театра под руководством Олега Табакова. Одну из первых ролей в кино Андрей Панин сыграл в фильме «По прямой» режиссера Сергея Члиянца. Известность актер приобрел благодаря картинам «Мама», «Не горюй», «Максима Пеженского» и «Мама», «Дениса Евстигнеева». В 2000 году Андрей Панин сыграл роль пьяницы Горкуши в фильме «Павла Лунгина. Свадьба». Фильм получил специальный приз жюри за лучший актерский ансамбль на Каннском кинофестивале в 2000 году. Несомненным творческим достижением актера является роль криминального авторитета Лёвы Шаламова в фильме режиссера Александра Атанесяна. «24 часа» массовая популярность пришла к актеру после телесериала «Бригада» режиссера Алексея Сидорова, где он мастерски сыграл роль коррумпированного милиционера, ушедшего в глубокий криминал начала 1990-х. Позднее актер еще снимался в фильмах Алексея Сидорова «Бой с тенью», «Бой с тенью 2», «Реванш» и «Бой с тенью 3D». Последний раунд, сыграв одну из самых популярных своих ролей. Вагита Валиева, популярности Панина способствовал также успех телесериала «Каменска». В 2003 году вышел фильм «Шик» Бахтияра Худай-Назарова, в котором Панин играет небольшой роль эксцентричного беглого папаши главного героя. Премия «Ника». В том же году артист сыграл фильмы «Трио» режиссера Александра Прошкина роль оперативника майора Агапова, просто и честно выполняющего свой долг, под видом дальнобойщика, выслеживающего преступников, грабящих фуры в Оренбургских сепях. Приз фестиваля «Окно в Европу» Андрей Панин создал яркие запоминающиеся образы в фильмах режиссеров Павла Чухрая. «Водитель для веры» Карена Шахназарова, «День полнолуния», «Яды» или «Всемирная история отравлений» и «Псадник по имени Смерть» Алексея Балабанова, «Жмурки» и «Морфий» в телесериале «Преступление и наказание» сыграл роль Порфирия Петровича. В 2005 году Андрей Панин снял в качестве режиссера телесериал «Полный вперед» ремейк фильма 1954 года «Верные друзья» и в 2007 году. Фильм «Внук космонавта» соавторств из Тамары Владимирцевой. Он также приобрел право на экранизацию романа Захара Прилепина «Патологии», для которого даже был проведен кастинг и нашлось финансирование. Однако из-за того, что нельзя было снимать фильм, действие которого происходит в Чечне, работа не была продолжена. В 2005 году был приглашен в жюри высшей лиги КВН. Снялся в фильме «Последний бронепоезд». В 2006 году выпустил экспериментальную актерскую мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова. В 2011 году Панни сыграл роль доктора Ватсона в новом российском сериале о Шерлоке Холмсе. Его Ватсон заметно отличался от привычного зрителя образа Виталия Соломина и занимал в сюжете гораздо более заметное место. Актер не дожил до озвучки на стадии постпродакшна, но создатели смогли использовать записи его голоса со съемок. Сериал вышел в 2013 году и получил весьма смешанный прием. Но игра Панина была оценена высоко. В марте 2013 года, незадолго до гибели актера, Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на свою премию «Ника», в числе которых был и Андрей Панин, выдвинутый за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Искупление». 2 апреля состоялось вручение премии «Ника», которую принял режиссер фильма «Искупление» Александр Прошкин.